Ну что ж, дорогие друзья, огромное спасибо Ивану Уткину за новости. Ну а мы продолжаем нашу программу. Анна Шамбадау, Марина Гес и тема нашего сегодняшнего эфира «Осенние пироги». Да, пироги хороши, когда они приготовлены на своей кухне, в отремонтированном после капитального ремонта доме, правда ведь? Вот, кстати, как раз об этом, да, вот именно об этом пойдет и речь. В нашей области внесены изменения в закон организации поведения капитального ремонта квартирных домов. Да, продолжим тему с гостем. У нас в студии Вадим Борисов, генеральный директор регионального оператора по капитальному ремонту. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, Вадим Борисович, вот с какого момента начинают действовать новые правила? По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Леденовича Текслера внесены изменения в закон Челябинской области. Вступил в действие этот закон с 4 сентября 2019 года. И теперь у нас резко сократились, в 6 раз сократились сроки. Перечисление денежных средств на специальные счета, когда люди приняли решение об открытии такого специального счета. Если до 4 сентября действовали правила о переводе денежных средств через один календарный год после принятия такого решения, то сейчас эти сроки сокращены до двух календарных месяцев. Отлично. А что должны сделать собственники? Какие бумажки оформить? Чтобы на специальный счет перевести деньги. На самом деле оформление документации все то же самое абсолютно. То есть главное принять принципиальное решение на собрании собственников об открытии специального счета и направить протокол о принятии такого решения в государственную жилищную инспекцию и к региональному оператору. Через два календарных месяца после получения региональным оператором такого протокола денежные средства в течение пяти рабочих дней будут перечислены на специальный счет. Я напоминаю для всех, что, собственно говоря, сами взносы на капитальный ремонт являются собственностью тех людей и собственников, которые перечислили. Да, они подлежат перечислению в полном объеме с первого... То есть все, что собрано было домом с 1 марта 2015 года, с момента начала начисления платы за капитальный ремонт на территории Челябинской области. И если все это перечислялось региональному оператору, при открытии спецсчета все эти деньги прям вот с самого начала перечисляются на специальный счет. Вадим Борисович, а вот скажите, пожалуйста, такой вопрос меня интересует. А вот все дома могут перейти на этот специальный счет? Или есть какой-то, я не знаю, в месяц 4 дома имеют право? Нет, это право собственников. Собственники сами определяют, где им хранить денежные средства. Либо спецсчет, либо у регионального оператора в общем котле. А ограничений в законе нет. То есть могут люди переходить туда-обратно бесконечное количество раз на самом деле. Просто переход такой случается, когда люди закрывают спецсчет и переходят к региональному оператору. А потом вдруг опять, да? Это случается достаточно редко. Вот. Значит, закрывается спецсчет в течение двух месяцев. Вот теперь и обратно эти деньги тоже перекочевывают на спецсчет в течение двух календарных месяцев. Мне кажется, стоит напомнить вообще жителям, что дает им... Вот какие возможности? Давайте расскажем. Самое главное это то, что если ваши денежные средства находятся у регионального оператора в общем котле, то ваш дом ремонтируется по региональной программе. То есть в порядке очереди. Если вы свои денежные средства забрали себе на специальный счет, то вы можете свой дом ремонтировать на свои денежные средства тогда, когда вы считаете нужным, когда необходимо этому дому. Независимо от того, как, в каком графике, в какой последовательности ваш дом поставила региональная программа. Это самое главное. Поэтому это важно для оперативности проведения капитального ремонта. Значит, самый простой пример, который я всем привожу. В доме вышел из строя бойлер. Весь дом сидит без горячей воды. При этом у регионального оператора этот дом накопил полтора миллиона рублей. Это очень часто встречающаяся ситуация. Этот бойлер стоит всего полмиллиона рублей. И деньги вроде бы есть. И деньги вроде бы есть. Люди из своего кармана уже заплатили за капитальный ремонт. Но эти деньги находятся у регионального оператора. И региональный оператор эти деньги может... А очередь года через два или через три, да? Допустим, через десять. И такое бывает, да. Ну, потому что все в порядке очереди. И, соответственно, люди деньги заплатили один раз. И для того, чтобы получить бойлер, им надо целый год подождать, пока им эти деньги вернутся. И тогда они смогут поставить этот бойлер вне очереди, получается. Другого варианта не было. Теперь этот срок сокращен до двух месяцев. Уже более реалистично, да, получается. А до этого приходилось людям доставать из кармана еще полмиллиона в складчину. И ставить этот бойлер. Иначе сидите без горячей воды, что называется. Смотрите, а вот мне интересно. Вот есть же какая-то определенная категория домов, которым, ну, вообще, в первую очередь, вот этот спецсчет выгоден. Допустим, может быть, это какое-то... Это новостройки, наоборот. Новостройки, наоборот? Конечно, это новостройки, потому что они в графике региональной программы стоят достаточно далеко. А, то есть, да-да-да, далеко. Потому что график рассчитан исходя из года постройки дома. Это самый главный критерий. Соответственно, дом, который построен 10 лет назад, значит, он стоит в графике лет через 15-20, в лучшем случае получается. А у него из строя вышел бойлер, либо нужно латать крышу. И при этом этот дом достаточно большой, он собрал достаточно много денег. Поэтому проще эти деньги забрать и отремонтировать то, что вам необходимо в своем доме раньше графика. Ну, а вот в ближайшее время не случится ли так, что деньги будут переводить все только на спецсчет? Еще раз, это права собственников. Я думаю, что она сейчас именно так поступит. Это их деньги, это право открыть спецсчет, право забрать свои деньги и заниматься своим собственным фирсами. Это очень хорошее право. Это право. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Нам девчонкам объяснили, мне кажется, и всем остальным жителям тоже рассказали. Мы благодарим нашего гостя и напоминаем. Да, я напоминаю, что в гостях у нас был Вадим Борисов, генеральный директор регионального оператора по капитальному ремонту. А прямо сейчас у нас рубрика «Пушистое утро». Мне кажется, мы уже давным-давно соскучились по этим мимимишкам. Расскажем про прививки, которые нужно делать и своим пушистикам в том числе.